Реакция расстройств микроциркуляции выбрали реозаргалат, это влияние на именно жидкостные свойства, в том числе и на реологию крови, это очень важно для микроциркуляции. И второе, это пентоксифилин, точка приложения артериолы, в первую очередь это артериолы. Вам известен этот препарат под названием, ну отечественный онлотрен, а пентоксифилин это в том числе и дальница, ну и много других производителей, трентал в частности. Ну и были здоровые люди, которых мы брали как бы в контроле. Я не буду сейчас останавливаться, потому что попросили экономить регламент. Эти вещи все опубликованы, видите, вот аппарат ЛАК-2, производство растения, и вот такая передвижная аллогия. В двух процентах случаев принимают статинотерапию, дальше это бета-адреноблокаторы, но бета-адреноблокаторы у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарта, то есть для вторичной профилактики, ингибиторы ЛПФ, и, конечно же, все мы очень надеялись на такие методы интервенционные, как диалоги, как ревоспалеризация. И вторая цель, которую мы преследуем, это устранение симптомов и улучшение качества жизни, потому что основной симптом у больных с оживительной болезнью сердца, это, конечно, приступы к стенокардию. И вот тут есть ли антиагинальные препараты, опять-таки, это бета-адреноблокаторы, это бета-адреноблокаторы, это кальция, нитраты и так далее. И просто терапия, можно так говорить, и эндокринология, и кардіология, и другие внутренние заболевания, мы даже кураторами по направлению суд новой медицины, морской медицины и тому подобное. Там заводи очень много таких разных вопросов, проблем. Я приехал сюда по запрошенню Леоніда Акимовича, потому что есть определенные проблемы в регионе, не только Тернопольском районе, но и в этом захидном регионе, что до этого пилотного проекта партнеральной гипертензии. Это один из проектов, который есть под нашим наглядом. И мы в минулом году, он начал свою работу, ну, рік, будем так говорить, с 25 квятня 2012 года. Значит, прошел рік, в этом году выделила государство 200 миллионов гривен на то, чтобы люди практически безкоштовно отримали лікувание артериальной гипертензии или по сниженым ценам, а использовали по всей Украине коштей всего 20%. Ну, сразу я задавал сегодня журналистам питание, яка причина цього, чому так плохо используются деньги? Да? Ну, понятно. Выделили безкоштовно деньги, а практически их не используют. Значит, есть два субъекти, которые предпорядкованы одинному лекару и, с другой стороны, пациент. Есть два варианта. Або пациент не знает из этого привода, что там есть, и не обратится, або нехтует всякими парадами лекарей, або лекар не доводит ту или иную информацию безусловно до пациента, або, для примера, засоби массовой информации, с которыми мы плитно працюем. Выступили до Якимовича, а мне задаются слова Лешика Бальцировича. Он, как бы, в минулого года в Украине, сказал, что в Украину ждут або реформи, або крах. Думаю, саме этим керувався наш президент, когда, пришелши до влади, голосовал 21 напрямок реформ, в том числе, 5-м разделом, где реформа медичного обслуговывания. Яку мету ставлю реформу? Покращити доступність та якість медичної допомоги. Дуже зрозуміло і правильне завдання. Что для этого нужно сделать? Виконати три основных функции. Первое – это сделать структурную прибудовую галузи, сделать качественно лучше материально-техническое забезпечение, и для этого, чтобы это сделать, сделать перерозподіл коштей, того ресурсу, который у нас есть. Вот Леонід Якимович приводил приклад. Направду, бюджет охорони здоровья області є близко миллиарда гривень, и для того, чтобы мета реформи не ничего не скорочить, не закрывать. Тобто, ці кошти направити якраз на медичную послугу. Я такий гарний вислів, що про ціну здоровья можна запитати в хороших миллионерів. Безумовно, будь-яка тема, діяльність, будь-що, без реформ, без модернізації, це просто спочатку воно завмирає, а потім занепадає. Саме для того, щоб ми таку важливу тему і могли розвивати і надалі, щоб вона мала постійний розвиток, йшла внову з часом, тому що прогрес людський розвивається поденно, можна сказати, щодня. Якісь нові ідеї виникають в діагностиці, в лікуванні, в методах постійно проходять експерименти. І тому, щоб саме бути і вчасно, і внову з часом йти, ми повинні велику увагу приділяти саме охороні здоров'я. Були дискусії певні щодо реорганізації швидкої медичної допомоги, але вони були не кривалі. Було дуже багато питань і дискусій у нас на попередніх обговореннях в обласній раді, спеціалістами в комісіях, як саме, що прописано, та чи інша дія, тобто який виклик екстрений, який не екстрений, як має добратися то чи інше. Але всі дискусії зупинялися на тому, що безумовно робити цю роботу потрібно. В ході роботи, безумовно, будуть якісь помилки, потім буде їхнє вдосконалення, і щиро вірю в те, що саме екстрена медична допомога та медицина катастроф, вона буде піднята на принципово вищий рівень. Тому що, коли ціна життю вирішується за певні лічені хвилини часом, то отут якраз і наступає те, що необхідно бути готовим саме в швидкій екстреній медичній допомозі. Дякую!